Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДмаTorzok Я это испытывал очень в лёгкой форме, но ровно, всё время. Потом, когда я от этого отказался, сейчас я опять перехожу к тому, что я опять начинаю это испытывать. Но уже не делая ничего, даже не делая. Не подключаясь. Не подключаясь. Я просто всё больше чувствую себя живым. И сначала ты чувствуешь себя живым, а потом ты начинаешь чувствовать всё, что вокруг. Ты думаешь, как я занимаюсь преподаванием? Я настраиваюсь на людей, с которыми работаю. И стараюсь их почувствовать, физически ощутить. Чтобы системы идентификации каких-то сигналов сонастроились. И я мог ощущать физически, что с тобой происходит. Ну или с другим человеком, не имеет значения. Что происходит с группой? Как чувствует себя группа как единое целое? Это всё развивается из ощущения тела. Потому что всё вокруг нас, в этом мире, по крайней мере, это проявленное. И если ты учишься чувствовать своё тело, этим ты учишься чувствовать проявленное. Реально проявленное. И уходишь после того, как уже получается чувствовать физическую оболочку, он становится всё более и более расслабленным. Ты становишься всё более и более здоровым. Твой ум успокаивается. В нём не надо ничего рисовать. Понимаешь? Потому что когда ты что-то рисуешь, ты просто это рисуешь. То есть ты не цепляешься за данный момент. В данном моменте не надо ещё ничего рисовать. Чтобы быть в данном моменте, нужно чувствовать его. Понимаешь? Потому что когда ты рисуешь, ты не в данном моменте. Ты внутри ума находишься. Развлечения. Да. Даже задачи с аэнтологом. Я с ними знаком очень мало. И только из, как говорили в матрице, we have a bit of information. То есть я знаю какие-то каптли, которые я слышал и анализировал. У них есть такой термин, который называется clear. Чистота. Чистый. Это когда ум у тебя в данном моменте, то есть ты выбросил все вот эти фильтры. Дзен получается. Получается. Да. И когда ум в данном моменте, он воспринимает только реальность. Умеют ли они в самом деле туда попадать? Или не умеют? Я не знаю. Я не общался с аэнтологами. То есть тот опыт моего общения с аэнтологами, я бы сравнил скорее как негативный. То есть то, что они пропагандируют, мне не нравится. Но я встречался типа с белой стороной. Ну, наверное. Я же не говорю, что вот я знаю как это. Просто вот я встречался с очень успешным бизнес-тренингером. Я с ней работал. И она говорит, что мы, то есть я с аэнтолог, и мы работаем только с тем, что можно потрогать. И она пропагандирует на своих тренингах, во-первых, ложные вещи, с которыми она не изучала. Это видно, что она их не изучала. И эти вот ложные вещи лежат в фундаменте успешной бизнес-концепции. Реально. Очень успешная. Она очень успешный тренер. Она работает с мировыми брендами. Работают, ее хотят очень-очень. И реально у нее все хорошо. Она ездит на дорогой машине. У нее своя контора. И они взяли на тренинг по барабанам. И меня в демозе, и цицера, понимаешь? Вот. Потому что он дал чуть-чуть лучше ццена, чем я. Вопрос в том, что я рекомендую, и я делаю сам так в жизни, не опираться на теоретические концепции. Вообще не опираться на них. Потому что они могут быть ложными. Любая теоретическая концепция может быть ложной. Особенно вот эта женщина – это тренер по управлению временем. Она так это называет. Не будем иметь. Да, естественно. Вот. И просто почему важно это сказать, что тренер по управлению временем. Потому что в концепции тренингов в фундаменте лежит тезис «время невозможно почувствовать». И на этом строится вся история. Вся-вся-вся история. Я же говорю обратное. Во-первых, потому что я барабанщик. Я много лет занимаюсь тем, что учусь его чувствовать. И могу твердо сказать, что почувствовать его можно. Даже без метронома. Это внутреннее ощущение, которое, если ты не болен аритмией, то ты автоматично чувствуешь время. В тебе есть механизм, который его отмеряет. Задача в том, чтобы найти путь к этому механизму. И это время сжимается и разжимается. И реально можно почувствовать потоки времени. Это тоже иногда у меня получается. Не всегда, но иногда получается. Когда ты чувствуешь последовательность действий во времени и точно знаешь, физически ощущаешь, что если ты не выйдешь сейчас, то ты опоздаешь вот тут, вот тут, вот тут и вот тут. То есть это ощущение времени, оно очень тонкое. И с ним нужно реально работать. Вот мы с тобой в том числе над ним работаем, когда мы играем на барабанах, когда я тебя учу чувствовать промежутки между нотами. У тебя хотя бы иногда получается это? Ну, надеюсь. Чуть-чуть. Вот. И чем больше ты чувствуешь промежутки, тем больше ты чувствуешь время. Как измерение. Потому что время это одно из измерений. И ты же чувствуешь габариты своего автомобиля. Да. Вот. И это нарабатывается, этого же нет сразу. Габариты, обороты чувств. Да. Вот. То есть габариты это ренаж, рена, высота. Это какие-то измерения, которые ты до такой степени знаешь, что ты, они у тебя встроены уже в ощущение мира, пространства. Вот. Точно так же и со временем. Когда ты его изучаешь, реально почти само по себе. Но есть людей, которые вот рождаются и играют на инструментах так, что им ну не надо учиться играть. Но они умеют это. Есть это ощущение уже наработанное видимо раньше. Мы же простое смертное. Нам надо его нарабатывать. И это нарабатывается. Вот я о чем говорю. И что это можно почувствовать. И можно почувствовать все остальное. Можно почувствовать все проявленное. Все. Но для этого нужно научиться чувствовать тело. Потому что это самое ближнее проявленное к тебе. И когда ты... Вот сейчас я говорю, что ты работаешь с вниманием. И это великолепно. Потому что будешь иоцарем джедай. Научись управлять вниманием, научись управлять ренреальностью. Это слова из первых звездных войн. Один из самых мудрых фильмов. И когда ты все больше... А получается чувствовать, как ты компульсируешь? Ну вот во время этих выходных практик я пробовал как эту технику, так и... Я помню, что ты мне говорил об этом... Ну уже тогда, по-моему... Или я уже почувствовал, что это ошибочно. Я пытался еще чувствовать себя. Но пока что это больше темнота. Но я начинаю эту пульсацию ощущать. Из такого, что мне еще нравилось, это просто... Даже вот интересно. Я еще развлекался тем, что я смотрел то, что у меня закрыта пленка. И там появлялись какие-то зеленые, там... Либо розовые, еще разноцветные какие-то пятна. И они играли как-то. Ну да. Туда бы вовлекался, скажем. Я не знаю, нужно ли это делать. Можно... Да все можно. Насколько оно полезно. Это когда у тебя закрыты глаза, ты так... Ты видел какие-то цвета, да? Ну я вижу рисунки красивые какие-то. Да. Это смесь игры света через... Я это понимаю. Через веков. Да. И с мыслями. Главное это все замечать. Все, что ты регистрируешь... И чем больше ты регистрируешь, тем больше внимания, тем больше жизни. А чем больше внимания, тем больше жизни. Вот и все. А сейчас получается пульсировать? Ну для этого нужно направлять туда внимание, чтобы получать. А я чувствую, да. А это все. Я больше чувствую в голове и в руках. Ну хотя бы где. Отлично. Теперь еще один важный вопрос. По поводу чувствования. Давай я, кстати, вот... Я сейчас сам с этим работаю. И хотел бы бы работать и с тобой над этим. Вопрос спешки. Возникает ли у тебя жизнь? Возникает ли у тебя жизнь? Возникает ли у тебя жизнь? Возникает к чему-то открыть landscape. Возникает ли у тебяи жизнь? Возникает ли у тебя жизнь?